Всем здарова, с вами, на этом мы продолжаем проходить Цуки Химии. И сейчас мы уже находимся около нашей школы, точнее не то, что нашей, а около школы Шики, в которой, как уже по прошлой серии было понятно, то что находится логово так называемого Роа. И нам надо бы сейчас остановить Арквейд, потому что она нас подслушала, как Голд под окном присела, послушала такая, ага, Роа значит находится там. Ну чё, я погнала, бывай. Вокруг школы стоит пугающая тишина. Когда мы войдём, нас будет ждать только бой насмерть. Я не знаю, кстати, это последняя серия получится или ещё, но если последняя, то мне было очень даже приятно проходить данную игру. Хоть я и не то, чтобы её быстро проходил, но, как я и говорил, то что медленно, не спеша, но всё равно я эту игру пройду. Я деклую глубокий вдох и снимаю очки. Да, у Шики сейчас будет главная боль ещё. В голове начинает стучать. Мало того, что я не могу нормально двигаться, но и моё самочувствие заметно ухудшилось. Нехорошо. Сэнпай с серьёзным лицом смотрит в ночное небо. А что нехорошо? Полная луна? Яркий лунный свет освещает школьную территорию. А что нехорошо-то? Да, говорят, что истинные предки произошли от луны, и при луне они получают большую силу. Роа, мёртвого апостола, который произошёл от истинных предков, это тоже касается. Так что сегодня он практически бессмертен. С моим нынешним снаряжением я, возможно, даже не смогу ни его убить. Она сжимает зубы. Он практически бессмертен, но для меня это ничего не значит. Если я могу подойти в полотною, даже если в следующую секунду мне снова всадит нож в грудь, и я смогу подойти в полотною, я могу пронзить его точку смерти. Сегодня ночью очень светло. Будет трудно скрыться в ночной тьме. Мне самой нравятся лунные ночи, но сегодня это немного иначе. Сэнпай вздыхает. Бледное лунное сияние и золотой ночной воздух. Я даже вижу, как расползаются линии смерти. Правда? Мне не нравятся лунные ночи. Тонакун. А что? Что Тонакун? Скрип. Мой мозг скрипит. В отличие от солнечного света, под слабым лунным светом я ясно вижу всё. Это неприятно. Мне нравится яркий солнечный свет, который стирает всё или настоящая тьма. Скрип. Не больно, мой мозг именно скрипит. Эх, сегодня, похоже, основательно свихнусь я. Всё так же легко, готово умереть. Я словно в пустыне на луне. Но так я ни за что не прощу смерти Роа. Ну так пошли его пиздить. Я надеваю очки обратно. Сжав ночь, я начинаю идти к школьному зданию. Иссенпай, не надо меня сейчас тут останавливать. Мы настроены решительно. Надо бы вот этого Роа тут немного опиздюлить. Как он опиздюлил один раз нас уже, вот в этой самой школе. Я прохожу сквозь ворота. Даже просто идти трудно. Расстояние до школьного здания кажется невероятно длинным. Тонакун, здесь мы разделимся. Неожиданно говорит Сенпай. Иди дальше, пожалуйста, сам. Я буду действовать иначе. Иначе, Сенпай, ты что-то собираешься сделать? Так, послушай, даже моей целью является разделаться с Роа. Так что этот Роа сильнее, чем предыдущие носители. Поэтому я не могу сражаться с ним в открытую. Когда Роа убьёт тебя, Сарквейт, я воспользуюсь этим моментом, чтобы избавиться от него. Нихера себе тактика, я понимаю вот это. Вот самый лучший тактик. Когда Роа будет разделаться с тобой, Арквейт, я уж тогда ему нанесу ответный подзатыльник. Серьёзным лицом она говорит на память. Эээ, Сенпай, ты, судя по всему, говоришь серьёзно, да? Да. Это был последний раз, когда я позволила личным обстоятельствам вмешаться в мою работу. Ты сражаешься ради неё, не так ли, да, Тона-кун? И у меня тоже есть свои причины. И поэтому дальше я не могу тебе помочь. Ну да, спасибо, Сенпай. Поскольку это может быть конец, позволь сказать, Сенпай, ты мне нравилась. Мне понравилось проводить с тобой время и орехи, каблотая от всяких пустяках. Да, для меня это тоже было как во сне. Ну что ж, пошли, не будем сиськи мять. Словно чёрная тень, Сенпай исчезает в сторону здания. Ну что ж, пора идти. Каждое движение причиняет мне огромную боль. Но я заставляю своё тело двигаться и бегу к школе. Надеюсь, то, что мы не опоздали, и Ро уже не успел разделаться с Арквейт. Здание школы покрыто трещинами. Внутри словно прошёлся маленький тайфун, и они поднимаются всё выше и выше. Похоже, что бой между Ро и Арквейт уже давным-давно начался. Наверху! Резко выдохнув это, я бегу вверх по лестнице. А там Арквейт уже вовсю пытается салатика из Ро нарезать. Я хватаю ртом воздух. Я убежал на четвёртый этаж. Трещины, покрывающие стены, бегут дальше по горизону, к проходу, соединяющему два здания. Твою мать! Кое-как приведя свои подкашивающиеся ноги в движение, я бегу к переходу. А там уже вовсю бьёт бой, да? Я бегу по коридору и достигаю места, где они пересекаются с тем переходом. Это конечная остановка. Ну что, видно там хоть что-нибудь? Посреди прохода две фигуры стоят издалека, смиряя друг друга взглядами. В конце перехода, ведущим в другое здание, спокойно и расслабленно стоит Шики. И в самом центре тяжелого дыши, отпустившись на колени, на полу сидит Арквейт. Арквейт! Я срываюсь с места и бегу уже к ней. Арквейт не поднимаясь, пристально смотрит на меня. Ай, чего? Я не могу пошевелиться. Как только её глаза остановились на мне, моё тело, словно окаменев, вообще не даёт мне двигаться. Хм, как ужасно так сковывать своего дружка мистическими глазами. Могла бы и позволить ему умереть рядом с собой. Хе-хе-хе-хе. Шики, не-не-не, Роа, изумлённо смеётся. Мистические глаза? Почему? Почему Арквейт использует их на мне? Она, кажется, понимает то, что Шики будет пиздец, и такая Шики говно такой, ты хрен для сюда припёрся, а? Вот иди отсюда, я помру, окей. Типа, сам не смей издыхать. Почему Арквейт использует их на мне? Наконец-то, хоть я наконец-то пришёл сюда вовремя. Почему? Почему Арквейт? Арквейт отворачивается от меня и напрягивает взгляд на Роа. Она ничего не говорит. Она ничего мне не говорит. Тяжело дыша, она только смотрит на врага перед собой. П-почи-почему? Почему Арквейт? Я даже не могу вскрикнуть. Из-за её мистических глаз, но я наконец-то добрался сюда. Я проклинаю своё бессилие, и моё тело, которое так долго подгонял, начинает остывать. Роа громко смеётся, наблюдая за нами. Ясно, ты наконец готова, принцесса. Роа спокойно подходит к Арквейт. Она всё так же не двигается и не поднимается с колен. Надо же, Шики, да ты просто молодец. Похоже, что принцесса собирается сражаться со мной, чтобы спасти тебя. Будь ты прежней принцессой, то ты бы внушила ужас, но сейчас ты всего лишь обычный вампир. У тебя даже больше нет силы истинного предка. Господи, было бы гораздо проще, если бы ты послушалась своих желаний. Молчать! Голос Арквейт эхом разносится по переходу. О, что это? Это не галлюцинация, мир вокруг Арквейт начинает дрожать. Что? Роа останавливается. Кажется, Арквейт собирается с силами, так как пришла мотивация, а именно пришёл Шики, чтобы дать Роа ответный подзатыльник. Мраморный фантазм? Ты всё ещё можешь это использовать? Меньше от знаний истинных предков ждать и не следовало. Роа страхи отступает. Но тебе не победить меня, потому что у меня есть то, чего нет у тебя. Чего же, Арквейт перестаёт дышать. Словно она полностью замерла, чтобы накопить всю силу. Хм, ты ведь знаешь, не так ли? Да, это опыт смерти. Я знаю, что такое смерть, но ты ведь не знаешь. Это наше общее различие. Ой, точнее, это просто наше различие. Впрочем, пока что-то живёт, оно не может познать смерть. Единственное, кто знает что, это, наверное, только бесконечный реинкарнатор вроде меня. Дрожь вокруг Арквейт усиливается. Люди инстинктивно боятся неизвестного. Даже высшие создания, вроде предков истинных, от этого не защищены. Столько бы магии вы не учили, столько бы вы не прожили, вы не можете испать от смерти. Все вы почувствуете только силой, когда сопротивляетесь смерти, но в то же время это источник вашей слабости. Ты бежишь от смерти, когда я принимаю её. Это разница между тобой, Арквейт Бенстарт, и маной, Михаэль Моро Вальминдов. Какое же у тебя говнино длинное имя. Надеюсь, то, что твоя школьная училка язык не сломала, когда его говорила. Вальминд, к доске иди. Он такой, а чё? Наконец-то кто-то назвал моё прозвище. Точнее, не прозвище, а типа, или отчество, или фамилия. Да хер бы я с ним, с этим Роа. Даже сейчас, в этой эпохе, я живу как человек. Призрак из прошлого, вроде себя, не имеет права меня судить. Как стёкла в пароходе начинают трескаться. Я знаю о смерти, о тьме, о пустоте, сквозь которую я странствовал столько раз. Для меня смерть не более, чем обыденный ритуал. Предположим, что ты уничтожишь это тело, но я всё равно останусь в этом мире. Ты хоть это понимаешь? Почему-то ты не понимаешь, что со мной бесполезно сражаться. Роа разводит руки выше. Арквейт не отвечает. Хорошо. Если ты всё равно настаешь на том, чтобы бросить мне вызов, я не буду тебя останавливать. Твоё упорство будет вознаграждено. Роа опускает руки и садится на корточки. Всё вокруг Арквейт словно готово разорваться в любую секунду. А? Я не могу говорить. Это... Это очень плохо. Мой мозг кричит мне. Я не должен дать этому случиться. Я не знаю почему, у меня даже нет доказательств. Только я, тот, кто видел столько смерти, вижу Роа и Арквейт. Кто из них более близок к смерти? Стой! Я не могу говорить. Я... Я не могу. Звук разрывающегося в клочья воздуха. Искажение вокруг Арквейт распространяется по всему коридору. Нихера себе всё аж позеленело. Весь коридор пульсирует. Стеклянные окна, стены, коридор, всё здание. Они стали бушующими волнами, словно стали мясорубкой с десятками, сотнями, тысячи, нет, с бесчисленным множеством лезвий. Хм... И чё там тыги сказал? В один миг тело Роа исчезло. Оно было скручено, изрублено, сплющено. Остались только лодыжки. А через лодыжки типа можно линии его смерти найти, и чтобы Шик его своими глазами добыл? Ой, добыл, блин, ещё это, добил. Коридор перестаёт колебаться. Быть может, это длилось одно мгновение. Переход снова стал таким же, как и прежде. Остались только лодыжки Роа. Но на этом всё не закончилось. А? Лодыжки начали двигаться. Они побежали в сторону Арквейд. С каждым шагом нога, бёдра, другая нога, туловище, руки вырастли заново. Чё? Арквейд по-прежнему сидит на коленях, не двигаясь. Прямо перед ней заново восстанавливается шея и голова Роа. Арк... Чего? Не успел я предупредить её вовремя. Полностью восстановившийся Роа разрубает ей живот. Чётко по линии, без крови, без разлетающихся ошмётков, Арквейд превращается в Дарта Мола. Это было на волосок. Я знал, что правильно выбрал сегодняшнюю ночь. Если бы луна была хоть немного ущербной, я бы мог восстановиться из одних... А, я бы не смог восстановиться из одних лодыжек. В смысле, ты сам ущербный. Какая луна ущербная? Луна вообще-то прекрасная. Ты нет, ты говно. И принцесса, ты от этой раны не восстановишься от этой. Мои когти обладают той же способностью, что и вон тот. Бам, Арквейд падает на пол. Это сила, которую я получил, испытав смерть. Что иронично, сам я не знал, как её использовать. Но он меня научил. Для того, кто видел смерть, воспринять её форму было несложно. Рисуюся, Роя пинает Арквейд ногой. Её тело катится ко мне. Арквейд! Я снова могу двигаться, потому что сила её мистических глаз больше на мне не работает. И это значит, что её сила больше и не действует. Чёрт! Прогнав эту мысль с головы, я прижимаю её к себе. Блядь, всё-таки Арквейд превратилась в шашлычок. Мороз прошибает меня, как только я прикасаюсь к ней. Её тело ужасно холодное. Тепла в ней осталось, как в готовке потухнули свечи. Ро всё ещё стоит перед нами. Но мне это безразлично. Сейчас я только хочу помочь Арквейд. Арквейд! Я зову её. Её закрытые глаза энергично распахивают, словно она только что проснулась. Это было совсем никуда не годно, не так ли? С показанной жизнерадостью Арквейд натужно улыбается. Ты что за ерунду-то говоришь? Почему? Почему ты? Я не могу нормально говорить. Я хотел сказать что-то ещё, что-то получше, но мозги у меня не работают. Я не могу быть спокоен. Я прижимаю её к себе, но её тело, в котором совсем не осталось тепла, даёт мне понять, что это безнадёжно. Если я сниму очки, несомненно, я увижу нечто ещё более безнадёжное. Больше всего на свете я не хочу этого видеть. Почему? 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 Это всё, что я могу произнести. Злой на самого себя, я крепко прижимаю её себе. Она не обнимает меня в ответ. У неё совсем не осталось сил. Она только счастливо улыбается. Нет, этого не может быть. Почему? Почему ты всё решила сделать сама? Мы же напарники. Мы сказали, что будем помогать друг другу до самого конца. Ах, да, точно. Я как-то и забыла. Ну, блин, дурёха, что я могу ещё сказать? Как о таком можно забыть? Ты совсем, что ли, Бубун? Самый настоящий вампирский. Это же делает меня бесполезным. Я сказал, что обязательно помогу тебе, но я не мог никак тебе помочь. Нет, Шики, вовсе нет. Ты помог более чем достаточно, поэтому уже хватит. Она кашляет, кровью и болезненно улыбается. И поэтому я хотел поблагодарить тебя. Я рада, что в конце смогла защитить тебя. от Роа у меня перекрывает дыхание. В смысле защитить? Я бы мог его ножом на шашлыки порезать. А стекленевшие глаза Арквейт ничего не видит. Ни её рану, ни даже Роа, который всё ещё жив. И всё время истекло ещё, когда она применила ту атаку. А, да, да, спасибо, спа- спасибо, я, я не могу, я не могу даже так, как следует соврать. Свет в её глазах угасает, её тепло стремительно исчезает. Сейчас я потеряю, сейчас я её так потеряю, Арквейт, да, выпей моей крови, если ты это сделаешь, ты вернёшь себе силы, не думай ни о чём я выкрикиваю это. Она не отвечает, только слабо качает головой. Почему? Только не говори, что ты всё ещё её боишься. Слушай, ты ведь сама говорила так, ты справилась бы, если бы ты выпила мою кровь, да, если бы рыбы или птицы обладали тем же умом, смог бы я их съесть. Смог бы. Если это означало, что я буду жить и что я их съел, разве отбирать чужую жизнь, чтобы сохранить свою? Это не закон природы. Она сама однажды сказала это. Так почему? Почему она качает головой с такими жалостливыми глазами? Мне не нравится говорить про то, что если отрицание, но это была моя, моя фраза, но она сама говорила, что ее нравится играть в что если, поэтому, что так же, что ее и касается, есть надежда. В самом деле, а мне нравится что если, даже если это только выдумки. Мне кажется, что всегда остается надежда. Не правда ли? Но я не могу договорить. У меня так сжалось горло, я не могу говорить нормально. И правда, но сейчас есть то, что, чего я хочу больше всего. Дрожащим голосом я спрашиваю у нее что это? Я хочу, чтобы ты меня поцеловал, Шики. Что? Такая мелочь? Это действительно то, что нужно? Я приживаю ее губы к своим губам. Это не такой нежно поцелуй, как раньше, но тоже пойдет. Поцелуй, в котором я прижимаю свои губы к ее холодным губам. Затем она улыбается как будто очень счастлива. А тем временем Роа стоит их слушает и такой Ну ладно, я подожду. Как бы вы пока тут пообщайтесь, попрощайтесь, а я тут посижу, косячок покурю. Я всегда хотел это сделать, что-то такое. О, а тебе нравятся странные вещи? Да, но я все равно счастлива. Ходно хоть, только это было так хорошо. Я столько прожила, но я никогда не была так счастлива, как сейчас. И поэтому я подумал, может быть исчезнуть вот так бы неплохо. И после того, как она пробормотала это, все тело, а все тепло исчезает из ее тела. Арквейт, блин, твою-то, ну блин, ну приняла бы решение выпить немного моей кровушки, да и все, и была бы бодрячком вот прям вах, как огурчик, вот, как рассольчика попить после дикой пьянки. Арквейт, ответа нет. Хотя ее тело все еще здесь, хотя ее тело все еще такое мягкое, хотя ее все еще помнит звук ее голоса, больше никогда, больше никогда все это не случится снова. Что я делал? Я хотел сделать ее счастливой, я хотел научить ее стольким вещам, я хотел сводить ее в столько мест, я хотел быть с ней всегда, но это уже никогда не случится. Шики, сейчас тебе надо сделать следующее, во-первых, переставай ныть, врубай режим берсерка, и херач этого роа, как я не знаю, не херач никого никогда. Она сделала это, как ни крути, больше тут ничего нету, вокруг, прежде чем я успел сказать правильные слова, она взяла и умерла одна, за всю свою жизнь, я никогда не смогу этого забыть. Это смерть, это сводящая с ума спокойствие, я никогда их не забуду. Топ, я слышу шаги того, кто наблюдал за всем этим, о, кто-то вышел из режима ждуна, закончил шики? Да, закончил, ответив, я поворачиваюсь к моему врагу. Ну шо ж, припер Йоранус, мы смотрим друг на друга в залитом лунном коридоре. Роа нисходит с места, где раньше была Арквейд. Он молча наблюдал за всем, наверное, потому что знал, что находится в господствующем положении. Хм, я не думал, что ты все еще жив. Спокойно, как ни в чем не бывало, говорит Роа, я снимаю очки и готовлю нож. О, похоже, что те, кто может видеть смерть, хорошо умеют ее избегать. Дело тут не в силе или слабости твоей жизни. Однако, обычно такое называть напрасными усилиями. Тебе ли говорить? Ты и я, мы оба уже умерли один раз. Именно, ухмыльнувшись, говорил Роа, те, кто вернулся из мертвых, могут понять смерть. Ты и я в этом плане особенные. Если ты начнешь, типа, встань на темную сторону и вместе мы будем править всем этим миром. Я испытал смерть 17 раз, прежде чем получил это, но ты сделал это лишь однажды. В самом конце это, наверное, разница в нашем потенциале. Мне очень любопытно, какую бы ты способность получил, если бы реинкарнивр вырвался в твоем теле. Надоедливый, невымеро, невозмутимый голос. От одного звука и этого голоса у меня болит голова. Хочу задать тебе два вопроса и сказать одну вещь. Мне удается сказать это, пока моя голова наполняется... А, это шики наш говорит, ну, точнее, тот, за кого мы играем все-таки, потому что тут все-таки как крути и не крути стоит два шики. О, ладно, задавай. Наверное, потому, что он абсолютно уверен в своем господстве. Роя дает радушный ответ. Первый вопрос самый важный. Ты, почему Атея убил Арквей? Почему? Она пыталась убить меня, разве не естественно убить ее в ответ? Ну, да, я же ожидал такого ответа. Была же не такой слабой притесной, которая пришла сюда. Мое нынешнее положение могло бы разрушить принцессу, не убивая ее, но нет никакого смысла подчинить истинного предка, который даже не отличается от обычного вампира. И я подумал, что нет никакой выгоды в том, чтобы захватить ее, и решил покончить с этим. Даже я разочарован тем, как все обернулось. Скрипив зубы, враг смеется. Моя голова все больше болит. Скорее, я должен убить его как можно быстрее. Я не могу стерпеть его существование та же секундой. Ну и что ты собираешься делать теперь? Только не говори, что думаешь, что может сражаться со мной в таком состоянии. Сопротивляться бесполезно, Шики. Я это знаю лучше кого бы то ни было. От головокружения я падаю на колени. Но все равно, даже если у меня нет сил, даже если нету сил, чтобы устоять на ногах, я продолжаю смотреть на него. Так, ну чё, Шики, какой там второй-то вопрос был? Хватит, хватит, даже если ты видишь мою смерть, ты не можешь ко мне прикоснуться, это бессмысленно. Ты знаешь, Шики, я ведь тебя очень высоко оцениваю. Да, похоже, лично Шики начинает исчезать. Поскольку он тебе отомстил, я больше Ро ничем Шики. А теперь, в принципе, это и неважно. Ро делает ещё один шаг вперёд. Разве эта сила не чудесна, Шики? Тебе следует радоваться. Во всём мире вы номерненько единственные, кто обладает мистическими глазами восприятия смерти. Было бы жаль потерять такую редкую способность. В первую же очередь, мы ведь одинаковы, ведь так? Мы можем понять друг друга лучше, чем кто-либо. Никакой другой стать твоим напарником, да? Стать на твою сторону? Не предлагаю, а позволяю. Мне всё равно, чего ты так хочешь. Это будет только мешать. Можешь расслабиться после того, как я выпью твою кровь и поглощу даже твою душу. Я сделаю тебя существом, который не будет колебаться и использовать твою силу. Ай, твою-то мать, сука, сейчас ты получишь по своему по своему ебальничку. Понятно. Тогда следующий вопрос. То, что ты видишь, это линии или точки? Нет, скажу проще. Ты видишь это только на живых существах, ведь так? Ты не можешь это увидеть ни на чем другом? А? Конечно, в неживых существах нет жизни, только у живых созданий есть место, означающее их источник жизни. Я так и думал. Я всё понял, вампир. Я скрепче сжимаю нож. Головная боль заполнила весь мой мозг и ничего больше не вижу, кроме одной вещи. Я не понимаю, что ты говоришь, и это не слишком удачные последние слова. Хватит болтать. Мне ещё надо разобраться с той прячущейся женщиной из церкви. Тебе повезло, Шики. Как только я сделаю тебя своим подчинённым, твоим первым врагом будет та женщина, которой ты так доверяешь. Ро всё ближе и ближе приближается. Мой расплывающийся взгляд сосредоточен не на его фигуре. Шики, мы ведь с тобой видим совсем разные вещи. В моей голове ещё угнул выключатель. Ты видишь только жизнь. Ты совсем не понимаешь смерти, поэтому ты не можешь убить меня, и ты способен обутить только слабую женщину. Мой мозг раскалывается до бела. Чего? Если бы ты мог видеть смерть, ты бы не мог сохранить часть, которая поддерживается жизнь. Если бы ты мог видеть смерть, ты бы даже не смог стоять на ногах. Если привести пример, то это как мир на луне. Всё вокруг словно безжизненная пустыня. Я вижу следы смерти на всём, что меня окружает. Частицы мира, которые исчезают, когда я прикасаюсь к ним. Что ты? Видеть смерть веще означает видеть хрупкость и неуверенность этого мира. Земли словно нет под твоими ногами и небо будто готово обрушиться в любой момент. Что о чём ты говоришь? Голос Роа дрожит, мне кажется он начал такой немного ссыковать. Ну конечно, потому что он не способен понять ни капли того, о чём я сейчас говорю. Иными словами, его и мои глаза может быть и похожи, но на самом же деле они совсем разные. Прекрати! Эти глаза не смотрят на меня этими глазами. Чего? Не смотри на меня этими глазами. Страх прокрался в голос Роа. Он даже сам говорил, люди инстинктивно боятся неизвестного. Ты не знаешь иллюзии о том, что весь мир может исчезнуть в один момент? Вот что означает видеть смерть. Эти глаза, эти силы, это не то, и чем можно хвалиться, как делал это ты. Да, тогда я даже встретил ее, я уже давно обезумел. Это твоя ошибка, вампир. Если смерть могут стоять спина к спине друг другом, но они никогда не посмотрят друг другу в глаза. Я сказал это несмотря на все эти глаза. Звук убегающих шагов, но во много раз быстрее. Я покажу тебе. Вот что значит убирать что-то. Ну давай. Я с этими словами пронзаю точку коридора в полу. В тот же миг линии отмутывающих коридор рассыпаются. Что? Даже крик ро оказывается похоронен под грохотом обломков. И такой ро смотрит на меня. Ты что такое мать твою? Переход был буквально убит. Блоки потерявшие свою суть разваливаются и рассыпаются на части. Для ро это должно быть была совершенная неожиданность. Увлекательный разрушающимся коридором роа падает на землю. Переход разваливается у меня на глазах. Терпя боли в голове и огонь в теле я иду к лестнице. Я прохожу мимо тела Аракуэйт и тороплюсь во двор. А роа тем временем пытается съебаться. Под лунным светом двор под переходом превратился в море обломков. В центре этого моря что-то шевелится. А, точно, это же роа. Он и правда ловкий, когда дело касается смерти. Едва не падая в колол свое тело в его сторону. И правда, что-то что-то он ниже части тела роа почти полностью ничего нет. Но не обращая внимания на этот факт, его верхняя половина все еще движется, выбирая себе из-под обломков. Такое количество жизни наверное заслуживает уважения. Что это было? Дрожа роа спрашивает слух. Идя по обломкам, я направляюсь прямо к нему. Шики. Роа поднимает голову, чтобы посмотреть на меня. Ее взгляд практически сочится ненавистью. Ты чудовище! Его голос полон злобной ненависти. А уж кто бы говорил ты, блин, ебака такая бессмертная. Я это чудовище? Став перед ним отвечаю я. Смерть роа как раз немного правее сердца. Я наношу не сильный колющий удар. Ощущение как от пронзаемой бумаги. Это определенно смерть. А Роа не громко скрикивает. Он уже испытал смерть раньше, но он должен знать это чувство. Ты ведь не боишься? Это путь, с которым ты уже хорошо знаком, ведь так? Если есть разница, то только в одном. Только лишь в одном. В этот раз ты не сможешь вернуться. Усёк говно такое. Я вынимаю нож и отворачиваюсь от Роа. Он ещё не мёртв. Как Арквей, существо, прожившее столько же, сколько и он, протянет ещё немного. Я слабо дышу, в голове у меня мутится. Если моё тело на предел, то моя голова уже свой предел перевысила. Арквей даже говорила мне, мне нельзя заставлять себя смотреть на смерть неживых вещей. Если я буду это делать, сосуды моим мозгу выгорают. Меня это не волнует. Это было бы не страшно. Даже если я стал бы овощем, это стоило бы того, чтобы остановить Роа раньше. Тогда тебе бы не пришлось. Не пришлось что? А? Я падаю. Я валюсь на землю. Боль пронзила мои лодыжки. Я разворачиваюсь и вижу верхнюю половину ртела Роа, которая доползла сюда. Ты? С налитыми кровью глазами он залезает на моё успавшее тело. Тускнею, исчезаю. Я исчезаю. Его окровавленные руки хватают меня за шею. Почему я исчезаю, как ты? Ты убил меня! 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 Сука! Открыл свой рот полный прохожий на плиту зубов. Он тянется, чтобы скусить меня за шею. Я не исчезну. Ты, ты и я ведь мы связаны. Ты предатель. Мою сущность связи невозможно разорвать. Его зубы врезаются ко мне в шею. А? Он исчезает. Тело Роа рассыпается за один миг. И я не понял, типа он успел меня укусить или нет? Так это значит, что я его убила? Сэнпэ говорит, это же мой в руке меч довольно запыхавшись. Я не совсем я сказала это я убила Роа. Кем бы ни был твой противник, людей убивать нельзя. Тебе не следует заходить в мой мир. Поэтому его убила я. Сэнпэ сам довольно смотрит на это, уперев руки в бока. Сэнсэй, это ой, сэнпэ, это называется приукрашивать действительность. Может и так. Но это ложь во имя добра. Поэтому разве это плохо? пусть это лицемерие, разве она не позволяет остановить место прежде, а оставить место надежде. Знакомые слова. Когда я сказал ей, что люблю говорить, что если, она ответила мне что-то такое. да, действительно, как-нибудь, где-нибудь, если есть надежда, тогда куда еще счастливее это может быть. И сэнпэ растворилась. Но ведь это на самом деле не важно, не так ли? Тонакун, ты весь в порядке? Ты был укушен. Сэнпэ подбегает ближе, чтобы позаботиться обо мне. Мое сознание затухает. Я больше не хочу двигаться, и мой мозг хочет отдохнуть. Ну что ж, я думаю, то, продолжим уже в следующей серии. Я не знаю, по-моему, следующая серия будет заключительной. Я уже это буду говорить из раза в раз. Следующая серия будет заключительной. Но у меня реально такое чувство, что я думал, что окей, эта серия была с битвой Ро и Шики, окей. Следующая серия должна быть точно заключительной. бля, буду. Вот мне жопное чувство такое подсказывать. Так что на этом все. с вами был Нат. Если вам понравилось данное видео, вы хотите больше видеороликов по данной игре, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь эти видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока.